Всем привет! Я начинаю этот влог сегодняшнего дня, потому что завтра очень важный день. Сейчас у меня по плану автошкола, я туда сейчас еду, у меня в 5 часов занятия. Сейчас где-то часа 3, ну, может, 3, 20, вот так вот. Я сейчас еду на остановку, в общем, еду на занятия, так сказать. Ребят, вот я уже отзанималась вождением, 3 часа у меня было мое занятие, сейчас я еду домой, вот, нашла вот время, чтобы с вами поболтать, пока иду. В общем, завтра, у меня в 8 утра. Уже начинается экзамен, я очень сильно переживаю. Первая будет у меня площадка, потом город, если я сдам площадку. Но я молюсь, что я сдам, потому что надо хоть что-то сдать, и уже хорошо. Но если я всё сдам, то это вообще будет круто. Вот, так что давайте подержим за меня кулачки. Вот. Ну, конечно, это видео выйдет после уже экзамена. Вы увидите уже мои результаты, что, как я сдала, не сдала. Вот. Ну, я надеюсь, всё будет хорошо. Поэтому давайте в этот момент подержите меня. Ну, а дальше вы всё сами уже увидите. Ну, а я сейчас еду домой, как я уже повторяюсь. Буду настраиваться, отдыхать, пораньше лягу спать. Вот, чтобы завтра выспаться с новыми силами, с хорошим настроением, поехать и всё сдать. Вот. Так что давайте я сейчас иду на остановку. Буду ждать свой автобус. Я знаю, ребят, возможно, меня плохо видно, но мы выезжаем на экзамен. Я очень сильно волнуюсь. Надеюсь, всё придёт хорошо. Не знаю, смогу ли я вам снять весь процесс, но после экзамена я обязательно включусь и обязательно с вами поделюсь, что и как. В общем, ребят, я приехала. Конечно, не с хорошими новостями, но приехала. Я не сдала экзамен. И скажу вам так. Я его не сдала не потому, что я не умею ездить и что-то там не знаю, а потому что меня просто завалили. Реально. Хотите, верьте, хотите, нет, но я вам сейчас расскажу полностью всю историю. Началось всё с того, что мы пришли на площадку. Там был человек 30-40, где-то так. Мы ждали, нам рассказывали о площадке, где что тут находится. Потом подъезжает машина, Ford Focus, такой 2007-го, где-то было 2008-го, такого модель. Не очень новая. Вот. Подъезжает, собирают первую группу. Говорят, ой, эта машина классная, мы только что поменяли, ну, не только что, но вообще поменяли сцепление. Там хороший инспектор будет с вами. Типа, вот он новенький, он такой профессионал, всё такое. В общем, всё расхвалили. Вот. Начали вызывать людей, которые будут сейчас сдавать с ним экзамен. Вот. Назвали этих людей, всё, они пошли сдавать. Этот мужик ушёл, который рассказывал. Приезжает машина Toyota. Corolla тоже такая, не прям новенькая. Такая модель. 2009-2010 год, я думала, где-то такая моделька. И в ней инструктор такой. Знаете, на вид не очень хороший мужчина, но он таким оказался. В общем, не буду переходить на личности, но вызывают вторую группу. У меня нет во второй, я в третьей группе была. Вот. Во второй группе садятся ребята за руль. На форте всё прекрасно. Люди как бы заезжали на эстакаду и проезжали парковки. Всё, в общем, проходили полностью экзамены, сдавали. Что же было с этой Toyota? Никто не мог забраться на эстакаду, либо скатывался, либо сжёг сцепление до такой степени, что воняло на всю площадку. Короче, никто не мог забраться. Передо мной, я была в третьей группе, третья группа тоже сдавала на этой Toyota. Вот передо мной во второй группе два мальчика. Один забрался, но когда он съехал с эстакады, там нужно, чтобы ваша морда остановилась между двумя конусами. И, видимо, он не попал в этот промежуток, и ему как бы сказал инспектор, ты не сдал. Вот. Второй пацан, он заехал на эстакаду тоже с трудом, сжёг там немножко сцепление, но это не важно, главное заехал. Съезжает, едет дальше, как бы после эстакады была у нас парковка. Он едет на эту парковку, как бы всё нормально вроде, я смотрю, едет-едет, останавливается и выходит. Вот, типа, всё, не сдал. Я такая смотрю, типа, чего, почему, вообще. Я такая, ну ладно, типа. Стояла, разговаривала там с девушкой с одной, тоже она говорит то, что вот знакомый мне сказал, что эта машина у неё неисправна сцепление, что она едет только на газу, то есть на сцепление ты не сможешь поехать. Я такая, ну ладно, типа, я буду стараться. В общем, пошла эта девочка передо мной, тоже съехала с эстакады, не смогла на неё забраться на этой машине. Иду я, сажусь, всё, начинаю движение, на эстакаду забираюсь, встаю и начинаю выполнять то, что нам говорил, ну, этот, что нам говорил инструктор. И, короче, я начинаю потихонечку нажимать газ, держать две тысячи оборотов, полтора-две тысячи, и потихонечку начинаю поднимать сцепление. И вижу, что у меня обороты не падают, но не падают обороты, типа, они должны упасть, ну, кто не знает, должны упасть обороты, чтобы опустить ручник, и машина подвинулась вперёд, то есть вверх поднялась. Я вижу, они не опускаются, и, типа, я чувствую, если я сейчас полностью подниму сцепление, моя машина просто укатится назад, и, типа, всё. Я не знаю, что делать, я уже говорю, господи, пожалуйста, поднимись, я уже готова была её сама поднять на эту эстакаду. Вот, я начинаю потихонечку опускать ручник, ручник опускаю, и чувствую, она начинает ехать, то есть я забралась нормально на этой машине наверх, спускаюсь вниз, начинаю притормаживать, а она не тормозит, ребят, она реально не тормозит. Я просто в пол тормоз, и она начала тормозить еле-еле. То есть я тормознула, можно сказать, уже резко, там, где морда должна была быть между конусами. Я, короче, тормознула, стою, думаю, ну, типа, дальше команда должна была быть от инструктора, что давай дальше. Вот, я, короче, жду. Он начинает отстёгиваться, выходит, такой смотрит что-то, знаете, так вымеряет, встала ли я, не встала. Я такая, типа, ну, ладно, как бы жду, сижу. Заходит такой, знаете, с таким лицом и говорит, ну, всё, давай дальше, типа, следующее упражнение. Говорит, поворачивай налево. Я еду налево. Он говорит, ты видишь вот эту вот прерывистую жёлтую? И, наверное, раз в пять меня спросил этот вопрос. Я говорю, да, вижу, да, вижу. Видимо, это было специально, чтобы я отвлеклась. Я поворачиваю на парковку, начинаю, как бы, выполнять упражнения. То есть там парковка получается в бокс, как бы задом, задним ходом. И я, в общем, как бы делаю всё упражнение. То есть вот так вот проезжаю, вот так вот рулевоорачиваю, как бы туда. И я, короче, останавливаюсь, хочу уже переключать заднюю передачу, чтобы двигаться назад. И в итоге он останавливает, наручник ставит и говорит, выходи, смотри, как ты ездишь. Я, короче, выхожу. Прям, понимаете, выхожу из машины, обхожу машину, смотрю, что у меня там впереди. Конуса стоят, не сбиты. Колесо никуда не заехало. Всё как бы нормально. У меня просто, знаете, вот там вот, где конуса, там линии, где конуса стоят. И у меня бампер машины передний, он просто вот на миллиметр, ну, не знаю, там прям вот чуть-чуть немножко над линией. Он не за линией, не прям над линией, а вот чуть-чуть на линии, прям вот чуть-чуть. Я не знаю, ну, там сантиметром вымеряй. Вот. Я как бы иду обратную машину, говорю, ну, всё нормально, типа, ничего страшного там нет. Он говорит, ну, конечно, в общем, начал на меня бычить. Я понимала, что если я сейчас что-то ему ещё скажу, он будет ещё больше на меня. Говорит, ездить не умеешь, такая-сякая, всё, короче, не сдала. Я такая, ну, окей, типа, я не буду с ним спорить, потому что что с ним спорить, это бесполезно. В общем, поехали. Он сам рулил, то есть он взял мой руль, он взял, он своими педалями всё нажимал, я только газ прибавляла. И он это подвёз меня, ну, всё, высадил и сел уже другой ученик. В общем, на этой Тойоте, пока я стояла, никто не сдал, просто никто. Зато на Форде на Том вставали все. Я вам сейчас прикреплю фотографию этой машины, ну, не Эмина, этой машины вообще площадку, но и вы там увидите эти машины. Вот, с виду она как бы хорошая, красивая, нормальная, не скажешь, что она какая-то неисправная, но, ребят, честно, сцепление у неё нерабочее. Потому что, когда я спустилась с эстакады, я как бы начинаю сцепление поднимать потихонечку и как бы отпускать с тормоза, и по-хорошему она должна поехать вперёд. Она у меня ехала назад, и то есть, чтобы она поехала вперёд, вам нужно убрать ногу со сцепления и с тормоза и сжать на газ. Типа без газа она не поедет, я вам отвечаю, и я это проверила. Она не едет без газа. А если вы будете ехать на такой скорости на газу всю площадку, вы просто не успеете крутить рулём и останавливаться с таким тормозом, который не тормозит, чтобы заезжать и выполнять упражнения. Поэтому, ребят, даже кто не забрался на эту эстакаду, поверьте, даже если бы вы забрались и поехали дальше, всё равно бы вас где-то завалили на любом другом упражнении. Короче, это просто полный капец, и я думаю, что это сделано было специально для всех. Да, я не оправдываю никого, не оправдываю себя, но я это говорю, вот как я это увидела и как это произошло. И даже если есть тут люди, которые меня смотрят и сдавали тоже в такой ситуации, меня поймут. Ну, теперь мне нужно будет ехать в автошколу, забирать документы, ехать опять в КАИ, опять подавать на следующий раз документы. И в следующий раз опять поеду сдавать. Короче, пипец. И знаете, что самое обидное? То, что не то, что там я не сдала или что. Человек просто испортил настроение. Он начал говорить, посмотрите, ты как ездишь, ты ездить не умеешь, всё, я такая сякая. Вообще, блин, я одна из трёх человек, которые забрались на эту эстакаду. Никто не может забраться, мне интересно. А люди, которые не забрались на эстакаду, они тогда кто? Кто? Если я не что, они тогда кто? Мне просто интересно, вот. И как бы не то, чтобы поддержать, сказать, так, типа, не переживай, в следующий раз да, что-то такое, да, ты меня завалил, но хотя бы поддержать. Нет? Нет, ребят, засрёт. Лучше засрать, чем поддержать. И знаете, вот после такого прям вот, ну, не хочется ничего делать. Просто настроение в ноль. Я не понимаю, что этому человеку, что кто плохого сделал, что он вот такой вот злой на всех людей. Может быть, это у неё работа такая, но, блин, если ты человек, оставайся человеком. Все люди, ты тоже так же сдавала на эти права. И я этого не понимаю. Почему сейчас нужно платить деньги, чтобы всё это сделать? Просто чтобы они жили лучше. Не понимаю, не понимаю. Люди ради денег готовы сделать всё. Они готовы убить, они готовы обосрать, они готовы всё сделать, чтобы у них были деньги. А где вот эта человеческая душа? Её нет. В нашем мире её не осталось. И я это уже поняла. И подтверждаю это сегодняшним вот этим вот днём и вот таким вот отношением к людям. Просто меня это выбесило. Извините, ребят, что я вот так вот вам всё это рассказываю с такими эмоциями, с таким настроением. Ну, блин. Мне нужно было кому-то высказаться. А кому я выскажусь, кроме вас? Вы меня поддерживаете, вы меня смотрите. И поэтому я с вами делюсь всем, с чем я говорю. Не знаю, можно ли это было рассказывать или нельзя. Я делюсь с вами своими эмоциями, своими впечатлениями, то, что я увидела, то, что я поняла и что я узнала. Я никого не осуждаю, ещё раз повторю. Никого не сужу. Пусть каждый живёт, как знает. Я ни на кого не обижаюсь, ни на этого инспектора, ни на кого. Как бы это его жизнь, это его работа. Видимо, она такая, и ему нужно выполнять её. Просто рассказала свои эмоции. Спасибо большое, что вы меня выслушали. Ну, а в следующий раз мы обязательно с вами сдадим этот экзамен. Всё будет классно. Но всем, кто сдаёт или собирается сдавать, или уже сдал, желаю удачи и хорошего настроения.